Девчонки, всем огромный привет! Рада вас приветствовать на своем канале. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами про альгинатные маски. Это такой продукт, который я открыла именно в этом году. В прошлом году мне очень хотелось попробовать много корейской косметики. И в итоге так оно и получилось. Я стала пробовать какие-то корейские новые штучки и нашла вот такие суперкрутые альгинатные маски. Это маски от компании Шири. Я вам расскажу про три варианта. Мне эту косметику не присылали на обзор для того, чтобы я вам об этом рассказала. Я вам рассказываю, потому что мне это нравится и я хочу рассказать. Во-первых, что такое альгинатная маска? В состав этих масок входит такая штука, которая называется альгинат. Ее получают из бурых и красных водорослей. При смешивании с водой этот альгинат становится таким как бы резиновым. Так как этот альгинат добывают из бурых водорослей, в нем просто очень много полезных веществ, которые очень важны нашей коже. Я знаю, что эти альгинаты используют также в медицине, в косметологии. Кстати, в пищевой промышленности, по-моему, тоже используются как какой-то загуститель. Если перечитать весь перечень полезности альгинатных масок, то просто можно с ума сойти, потому что там все. От омолаживания до очищения пор, подтягивания кожи лица, убирают черные точки, сужают пор, убирают жирный блеск, хорошо увлажняют, хорошо напитывают кожу. Альгинатные маски различаются по действию, то есть какие-то для жирной кожи, для сужения пор, какие-то омолаживающие, какие-то увлажняющие. В принципе, этот альгинат вы можете пойти купить в аптеке и сами замешать себе маску и сделать ее. У меня были вот такие вот маски, причем вот эта шла без сыворотки. Я вот только что их использовала, сейчас я вам все это покажу. И вот такие еще маски, они идут с сывороткой. То есть первый этап вы наносите сыворотку, которая в разы просто улучшает действие вот таких масок. И в итоге мне, кстати, понравилась из этих трех. Одна, которая шла совсем без сыворотки, она направлена на то, чтобы заживить какие-то прыщики, покраснения, не убрать эти покраснения. Она мне даже убрала вот здесь вот на щеках у меня есть такие венки. И она их уменьшила вот прям очень максимально. Естественно, они немножко остались, но они стали не такими заметными. Убирает покраснения от прыщиков, заживляет прыщики, которые только начали воспаляться и успокаивает кожу, выравнивает тон кожи, убирает жирный блеск, убирает черные точки. Я бы не сказала, что прям полностью убирает, но высветляет это однозначно. Это такая альгинатная маска от компании Шери, моделирующая альгинатная маска, бамбук, уголь плюс мята. Они очень хорошо освежают, все эти вот три освежают. Они дают такой охлаждающий эффект, кожа тонизируется, она становится сразу же более упругой, из-за этого она становится более мягкой. Это эффект всех трех масок. Здесь заявлено, что она уменьшает жирный блеск, сужает поры, борется с черными точками. Выполнила все, что на ней написано. Как их использовать? Вы берете пакетик, если там в состав входит сыворотка, вы смешиваете с сывороткой, добавляете воды. Обычно на упаковке написано, сколько воды добавлять. В данном случае нужно было добавить 6-7 ложек, либо 60, 70 или даже 80 миллилитров воды. Все зависит от той густоты, которую вы хотите получить. Консистенция должна быть как у такой густой сметаны, чтобы ее можно было потом нанести на лицо, чтобы она не всплывала с лица. Когда уже замешали маску, желательно, чтобы вам кто-то ее нанес, чтобы вы лежали и вам ее наносили. Эти маски можно наносить как на губы, так и на глаза. То есть вы закрываете глаза, закрываете губы, и вам полностью на все лицо наносит эту маску. Ни для кожи вокруг глаз она не вредна, ни для губ, вообще ни для чего. Единственное противопоказание у этих масок, если у вас индивидуальная непереносимость чего-то вот морского. Например, вы не переносите все, что связано с морскими водорослями. Либо у вас есть какая-то аллергия на морепродукты. Лучше осторожнее к этому отнестись. Если у вас с этим проблем нет, то вы с большим удовольствием можете использовать эти маски. Их нужно быстро смешивать и сразу же наносить на лицо, потому что они быстро загустевают. Лучше заранее все подготовить, сразу ее нанести, чтобы она застыла, и потом ее снять. Когда вы ее наносите, она в течение минут пяти застывает у вас на лице. Я таким образом хожу минут 30, после чего ее нужно снять. Я снимаю либо вот сверху с алба, аккуратненько таким чулочком прям все лицо, либо снизу с подбородка. Через камеру сложно передать тот эффект, который реально дают эти маски, но на следующий день, если использовать их вечером, а я их обычно использую вечером, утром просыпаешься, и у тебя кожа совсем не твоя. Эта маска тоже компания Шири, моделирующая альгинатная маска, активная регенерация, ускоряет обновление клеток, уменьшает воспаление, выравнивает цвет лица. Как использовать маски с сыворотками? Сначала вы наносите сыворотку, немножко вбиваете ее в кожу, легкими движениями даете ей полностью впитаться, потом только замешиваете маску. Если сделать сразу, то она загустеет до того, как у вас сыворотка высохнет. В остальном все то же самое. Высыпаете содержимое пакета, заливаете водой, замешиваете той консистенцией, которую надо, и наносите также на лицо. Они все выравнивают цвет лица, причем ощутимо выравнивают, вы прямо увидите. После того, как минут 20-30 вы походили с этой маской, опять же чулочком ее снимаете, и все. Также у меня есть вот такой третий вариант. Так, эта маска успокаивает, освежает кожу, корректирует контуры лица и возвращает сияние. Опять же, сывороткой первый этап также наносите, даете ей сначала впитаться. После этого уже замешиваете саму маску. То же самое. Высыпаете содержимое пакетика в чашку, заливаете водой. У меня где-то было, по-моему, 70 или 80 миллилитров. Хорошенько ее замешиваете. Она должна быть без комочков. Поэтому нужно хорошо и быстро замешивать, чтобы потом быстрее ее нанести, чтобы она не загустела. Естественно, она у вас за одну минуту не загустеет, но минут 2-3 ей точно надо для того, чтобы начать схватываться. Поэтому желательно, как только налили воду, сразу быстренько замешиваем и наносим на лицо. Теперь альгинатные маски для меня в уходе за лицом стоят, наверное, на самом первом месте. Я ими пользуюсь просто так, когда мне хочется как-то немножко приободрить свою кожу перед какими-то мероприятиями, потому что она действительно помогает коже как-то выглядеть лучше, свежее, более здоровой быть. Так что да, находка этого года это вот такие альгинатные маски. Я пока пробовала только от вот этой компании. Они мне очень понравились. Если вы их пробовали, обязательно напишите внизу в комментариях. Я постаралась вам показать, как выглядит весь процесс на изнесение этих масок, чтобы как-то вам упростить, потому что когда я их пробовала, негде мне было посмотреть, как это делать. И, кстати, у меня с первой попытки все хорошо получилось. Вот и все. Я надеюсь, это видео вам будет полезным. Если это так, ставьте пальчики вверх. Если вы пробовали альгинатные маски, у вас есть свое мнение по этому поводу, обязательно делитесь в комментариях. Понравилось видео, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы смотреть новые видео. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч в следующих видео. Всех целую. Всем пока-пока.